В числе первых на прием пришли родители детей, обучающихся в общеобразовательной школе в Горках Ленинских. По их словам, здание этого учреждения давно требует ремонта, покраски стен и потолков, замены окон и мебели. В школе отсутствуют необходимые современные оборудования и квалифицированная охрана. Сегодня главная просьба родителей включить их в состав комиссии, которая будет осуществлять приемку образовательного учреждения, а в перспективе, чтобы оно перешло в муниципальную собственность Ленинского района. Наша основная задача, мы сейчас, по крайней мере, этим занимаемся и привлекаем больших политических деятелей, вот и Фетисова Вячеслава Александровича с этим занимается, чтобы эта школа отошла в муниципальную собственность. И мы, со своей стороны, будем в любом случае, при любой возможности воздействовать. Если это связано с приемкой, значит, еще раз на это обратим внимание и будем подключать и прокуратуру, и со своей стороны, в том числе надзорную, чтобы все устранялось. Мы были услышаны. Дмитрий Владимирович обещал включение всех желающих представителей общественности в работу этих комиссий. И мы были услышаны. Большое спасибо. Я очень рад. Я поддерживаю их стремление сделать так, чтобы обучающиеся в нашей школе, они имели возможность получать все то, что все остальные обучающиеся на территории Ленинского района. И это стремление мы поддерживаем. Я думаю, что мы все вместе сделаем так, чтобы эта школа все-таки отошла в Ленинский муниципальный район. Педагога начальных классов Татьяну Ловицкую волновал вопрос, когда полностью будет ликвидирована вторая смена в школах района. Практика показывает, что обучение детей в первой смене делает образовательный процесс намного продуктивнее. Работа в этом направлении будет продолжена, заверил Дмитрий Волков. В этом году мы ликвидируем вторую смену, планируем еще открыть 11-ю школу за счет перераспределения. И что самое главное, мы выбираем вторую смену в поселенческую школу, единственную в Ладарской школу, которая обучалась в две смены. У нас останется все лишь одна школа, которая с начала учебного года, седьмая, которая будет обучаться в две смены. Но благодаря вот таким мероприятиям, связанным со строительством, не только в новых микрорайонах, они в основном должны, эти школы, работают на удержание, но и в старых частях. В дальнейшем в нашем мероприятии, мы сейчас уже занимаемся проектированием, объявили торги на пристройках к финновской гимназии, и начинаем строить параллельно школу компании «Ардиай» на 1100. Недалеко от седьмой школы, вот здесь, за пятым микрорайоном, как раз этот комплекс мероприятий позволит нам и к 2019 году, дай бог, к первому сентября, мы планируем как раз-таки последнюю школу освободить от двухсменностей. Видновчанка Софья Ковалева пришла на прием одна, однако вопрос у нее коллективный. Молодые мамочки, проживающие в Видном, интересуются, будут ли в районе при детских садах открыты группы кратковременного пребывания. Получили удовлетворительный ответ. Да, есть несколько детских садов, планируется еще такие группы открыть, поэтому... Это радует. Да, очень рад. Такие тематические приемы дают возможность понять, какие проблемы школьного образования волнуют жители района. Чтобы их решать как можно быстрее, ведь дети должны получать качественное образование в комфортных условиях. Ирина Бокова, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.